Тем временем сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации в Сирии удается освобождать от боевиков ИГИЛ все новые города. Это происходит в разных провинциях, что подтверждает. Наступление идет по нескольким направлениям. Сегодня это город Шейх Мискин. Много работы у саперов, отступая террористы, заминировали здания. А накануне, лишив боевиков подпитки из Турции, был освобожден важный пункт Рабия. Именно из тех мест боевики стреляли по нашему летчику, который смог катапультироваться после того, как его самолет был сбит. И многие бойцы сирийской армии чтят его как героя. Репортаж нашего специального корреспондента Александра Потухова. Этим бойцам сирийской армии есть чему радоваться. После продолжительных боев освобожден населенный пункт, который для боевиков имел большое стратегическое значение. Его террористы захватили больше трех лет назад. Рабия ближе всего находится к турецкой границе. Отсюда до нее не больше 10 километров этот населенный пункт боевики использовали как перевалочную базу для размещения боеприпасов, продовольствия, подкрепления, поступающие с турецкой стороны. Рабия – это еще и стратегическая высота. Город расположен на горе Туркмана, откуда хорошо просматривается территория на многие километры. Когда-то в этом населенном пункте проживало несколько тысяч человек. Но с приходом боевиков местных никого не осталось. Освободив Арабию, сирийская армия совместно с добровольческим подразделением Сокола пустыни вплотную подошли к турецкой границе. Эти военные трофеи – лишь малая часть того, что бросили боевики, покидая этот населенный пункт Арабия. Здесь и пулеметы, и минометы, и флаги, запрещенные в России организации Джабхат Анусра. И, например, вот такие религиозные буклеты. Часть этой литературы объясняют сирийские военные экстремистского содержания. Скорее всего, для новобранцев. Освободившие этот город убеждены, что весь этот арсенал боевики доставили из Турции. Судя по образцам вооружения, закупали его по всему миру. Вот американский пулемет. Вот минометы. Турецкие? Турецкие, да. Бои за Арабию продолжались больше недели, хотя сам город очень небольшой. Но то, что он расположен на горе, давало боевикам преимущество. Сирийские военные объясняют, что этот населенный пункт обороняли настоящие профессионалы. Вероятнее всего, наемники. Освобождать этот город было нелегко. Его обороняли несколько тысяч боевиков. Это хорошо обученные солдаты. Но нам удалось их выбить отсюда. Те, кто из них выжил, бежали в Турцию. В этом районе Сирии в ноябре прошлого года был сбит российский бомбардировщик Су-24. Именно отсюда вели огонь боевики по катапультировавшемуся командиру экипажа Олегу Пешкову. И когда сирийская армия штурмовала Арабию, многие солдаты надели на себя вот такие майки с его изображением. Этот летчик – герой для всех сирийцев. Он погиб, защищая наш народ. И это освобождение Арабии мы посвятили ему в знак уважения и памяти. Город Арабия стал еще одним населенным пунктом, который освободила сирийская армия на севере страны. Только за последние двое суток были возвращены под контроль государства более 120 квадратных километров территории провинции Латакия. В результате этих побед подразделения сирийских войск вышли к своей главной цели – границе с Турцией, чтобы взять ее под свой контроль и таким образом перекрыть боевикам поставки вооружения и продовольствия, а также пути для отступления. Александр Батухов, Юрий Шолмов и Гурам Разилов. Первый канал. Сирия.